Хотел бы начать, знаете, с чего? С Следственного комитета Александра Бастрыкина, потому что как-то юрист, да, распоясался, говорил очень многое на каком-то очередном форуме, есть такие, проводят в России. Он высказался о Государственной Думе и о том, что и как она должна принимать. Давайте послушаем. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура. Извините, я в комментарии. Ольга Владимировна, даже если это и шутка, я раньше не слышал, чтобы подобные шутки себе позволяли такие чиновники при живом-то, как говорят Путине, да, потому что даже если это шутки, это непозволительно. Все идеально, все работает, как швейцарские часики. А вот здесь Бастрыкин обвинил Госдуму, сказал, что это госдура. Володин уже сказал, что это оскорбление народа. Как-то раскол назревает или что? Ну вот сослали Андрея Турчака в Республику Алтай. Вот там результат. Я напомню, что Андрей Турчак, с одной стороны, был первым, кстати, вице-спикером Совета Федерации, а с другой стороны, генеральным, ну не генеральным, конечно, секретарем Единой России, который, по большому счету, отвечался за все аппаратные вопросы и, безусловно, за формирование списков депутатов, безусловно, за работу фракции Единой России в Государственной дури и в Совете Федерации. И, соответственно, вот это рассогласование Турчака убрали, кого-то там нового временно исполняющим обязанности назначили. И, по большому счету, мы прекрасно знаем, что между Турчаком и Володиным было достаточно жесткое противостояние, потому что, собственно, Володин раньше курировал Единую Россию, а теперь это стал Турчак, а теперь уже перестал быть Турчак. И, не знаю, может быть, это такая ответочка, и привет от Турчака, вы меня убрали, а вы еще обо мне вспомните, и вы еще пожалеете, что вы от меня избавились. Но, в любом случае, я хочу сказать, что это некие такие звоночки и признаки того, что не все в империи спокойно. Да, под ковром-то бульдоги дерутся, кулачки из шерсти вылетают, и вот один такой кулачок в виде реплики Бастрюкина и ответа Володина мы услышали. Конечно, это признак вот этой грызничьей элитных группировок в России. Да, Ольга Владимировна, но если вы думаете, что это все, что сказал Бастрюкин, нет, еще не все, потому что он еще и так бросил булыжник в огород чеченский Рамзану Кадырову, потому что он, не побоюсь этого слова, осмелился, да, там, как-то пойти по другой течеи от Кадырова, потому что он сказал следующее. Давайте послушаем, потом проговорим. Запрещают никаб, одежду, которую считают чуждой ислам, то есть даже в Узбекистане, в стране с исламским населением. Получается, что люди, которые не могут носить никаб там, приезжают сюда и носят его в России. Вот у меня вопрос. Какие перспективы вообще в тоже запрете никабов, потому что это полное закрытие лица, то есть мы не знаем, кто может быть за этим никабом, это может быть какая-то спящая ячейка террористическая, то есть есть ли вообще перспективы запрета отмены никабов, как в... Вот вам надо обратиться в Государственную Думу, которую я вчера не так назвал, позавчера вернее. Поэтому я ее так и назвал. Ну, я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей. Вот эта задача Госдумы принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт, кто совершил? Исламисты, террористы. В Ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления, коли мы завозим сюда людей. Отдельная тема надо, не надо. Я считаю, что не надо. Мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие законов нужно быть быстрым и оперативным. Так, и последний вопрос, девушка. Да, Ольга Владимировна. Бастрыкин высказался о Нехабе, что его нужно запретить в России. И уже успела сам Рамзан Кадыров ответить на слова Бастрыкину. Вот сначала Володина, вот теперь Бастрыкину отвечает Рамзан Кадыров. Нужно быть, Бастрыкину, говорит Рамзан Кадыров, предельно аккуратным в высказываниях об исламе. И вот что интересно, хотел бы также вспомнить стрельбу в Дагестане. Институт изучения войны, аналитики его говорят следующее, что Путин пытается не вспоминать, Путин пытается не выносить эту тему на общество для обсуждения, пытается ее как-то спрятать. А вот здесь Бастрыкин поднимает эту тему, еще и бросает, как я говорил, булыжник в чеченский огород Рамзана Кадырова. Ну, во-первых, почему он его бросил, понятно. Потому что Кадыров болен. Кто там будет после него, непонятно. Он, так сказать, считается, что все-таки он уже становится все слабее и слабее, поэтому можно камешет и бросить. Почему Кадыров пытается, кстати, угрожать, на минуточку? Да, это просто угрозы председатель Следственного комитета. Но это опять-таки говорит о том, что Москва перестает контролировать регионы, Москва перестает контролировать республики. И, конечно, то, что случилось в Дагестане, яркое, ящичайшее тому доказательство. Когда все силы внутренних спецслужб брошены на поиски партизан, украинского следа везде, то, естественно, исламские различные организации чувствуют себя достаточно вольготно. Опять-таки не будем забывать, что многие реальные террористические ячейки находятся под контролем ФСБ. Поэтому какие-то вещи могут происходить вообще под контролем ФСБ, потому что и в ФСБ там тоже идет борьба за власть. Бастрыкин тоже готовится на выход, а кто придет вместо Бастрыкина? Бортников. Бортников тоже готовится на выход, а кто придет вместо Бортникова? И в ФСБ тоже идет, соответственно, борьба за власть. И это все может быть результатом того, что какие-то группы внутри ФСБ заинтересованы в обострении, и чтобы его использовать для того, чтобы кого-то подвинуть, кого-то сместить, какое-то место занять. И, по большому счету, ничего нового, если мы будем рассматривать историю, как все происходит в диктатурах, когда диктатор слабеет и приближается к смерти, везде примерно так и происходит. Вопрос, сколько еще этому представилому диктатору осталось, и, по большому счету, главный вопрос, каким образом его сместят, будет это дворцовый переворот или очистительная революция? Вот вы вспомнили о том, что так или иначе Путина сместят. Как вы считаете, может ли Путин это понимать и тем самым готовить себе смену? Вот мы уже не раз вспоминали о его дочерях. Да, говорят, что он такой не очень приветствует, он бы хотел очень сына иметь, чтобы ему передать престол. Но есть то, что есть, и якобы последний форум в Санкт-Петербурге, где обе они выступали, говорят, что неспроста. Как вы считаете, Ольга Владимировна, насколько это может быть реальной вещью, и насколько посвящены его кровушки в то, что происходит в Кремле? Ну, я не верю в то, что он вообще какую бы то ни было преемника готовит. Как любой такой достаточно уже заматеревший диктатор, он никому не верит, и поэтому он собирается править до смерти. А что там будет после его смерти? Опять-таки, несмотря на все его шаманские ритуалы, состояние со свечами в церкви, мне кажется, что он не сильно верит в то, что его будет хоть что-то волновать после смерти. Поэтому, соответственно, кто там, и что там, и как там будет, для него уже не важно. Поэтому, тем более, конечно, я не верю, что он готовит каких-то преемников из своих дочек. Он давно уже перестал... Может быть, вообще никогда у него с ними не было тесного контакта. Не случайно они никогда не носили его фамилии? Ведь не то, что они там вышли замуж, поменяли фамилию. Нет. Они его фамилию никогда и не носили. Так они говорили всегда из соображений безопасности. Путин так говорил. Но это, по крайней мере, странно. Если в стране так важна семья, то семья — это в том числе и фамилия. Вот я ношу фамилию моего отца. Я не меняла ее, вступаю в брак. Я горжусь тем, что ее окруносила. Почему дочери Путина не гордятся тем, что они Путины? Вот большой вопрос, который у меня возникает. Поэтому я не особо верю в теорию преемничества. Что касается, помнит ли он, что он может оказаться совсем в другом месте, но в любом случае съезд народных депутатов, который во вторник, 25 июня, завершился в Варшаве, ему об этом напомнят. Потому что мы вынесли постановление об особом порядке привлечения Путина к уголовной ответственности, где мы в том числе отменили его неприкосновенность как президента и прекратили действия федерального закона неприкосновенности бывших президентов. И еще, кстати, ратифицировали римские статуты и нас начали спецпрокурора по расследованию и подготовке доказательной базы тех преступлений, которые он уже совершил. Кстати говоря, если посмотреть историю, историю тех, кому выписывал Международный уголовный суд ордер на арест, то были люди, которые по этому ордеру приходили в ГАГу, проходили судебную процедуру, кто-то, соответственно, попадал в тюрьму, кого-то даже, между прочим, оправдывали. А были те, кто в ГАГу не пришел. Например, Саддам Хусейн. Ну и вот, соответственно, выбирать судьбу европейской тюрьмы в ГАГе или Саддама Хусейна, это выбирать Путина. Кстати говоря, наша позиция, позиция съезда, что обязательно международный трибунал должен быть в России, потому что в России было совершено огромное количество преступлений. Но обязательно туда должны быть привлечены представители всех тех стран, которых Путин также совершал преступления. Конечно, в первую очередь Украины, Грузии, Молдавии, Сирии, всех тех, где были эти преступления. Этот трибунал должен быть таким же мощным, как это был Нурнбергский трибунал. Продолжение следует...